Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Маскалькова накануне посетила одно из крупнейших месторождений Ненецкого округа. На Южном Хельчью омбудсмен осмотрела рабочие места и оценила жилищно-бытовые условия нефтяников. Все подробности в материале Алины Ваучейской. 40 минут в небе и вот уже делегация проверяющих в 120 километрах от столицы Ненецкого округа. На одном из крупнейших месторождений Тимонопечорской нефтегазоносной провинции. Промысел – объект повышенной опасности, поэтому первым делом для делегации проводят инструктаж. Ваши действия при сигнале опасности. Вам необходимо выполнять команды сопровождающего. При необходимости одеть противогаз и в составе организованной колонны двигаться к ближайшему пункту сбора. Сразу после – знакомительная экскурсия по Южному Хельчью. Проверяющие направляются на так называемый куст – это несколько скважин, где добывают нефть. Делегации продемонстрировали, каким образом делается забор проб, а также рассказали об устройстве объекта. Татьяна Москалькова, в свою очередь, порекомендовала недропользователям принимать на работу побольше местных кадров. С тем, чтобы брали местное население, чтобы обучение было, тренировки, тренинги для них, с тем, чтобы можно было их брать. А мы в этом заинтересованы. Понимаете, почему мы заинтересованы? Когда человек местный с Нарьенмара, мы же работаем вахтово-экспедиционным методом, мы не можем запланировать у человека болезни, различные ситуации. А когда он здесь находится непосредственно на месте, в Нарьенмаре, мы всегда можем найти, ну и процесс у нас бесперебойный. Ну почему-то их маловато принимают. Проинспектировали проверяющий и энергоцентр, где сегодня трудится часть сотрудников Южного Хольчью. Кроме того, Татьяна Москалькова проверила, в каких условиях проживают работники промысла. Жители нефтяного городка размещаются в комфортабельных номерах, где есть душ и чайная комната. А для отдыха во внерабочее время имеется тренажерный зал, теннисные столы, бильярд, сауна и телевизор. Во сколько подъем у людей? Завтрак с шести часов столовая работает. С шести до восьми. Восемь они заступают на смену, да? Да, восемь часов уже все, все работают. А во сколько заканчивают? Восемь. В ходе поездки делегация проинспектировала практически все объекты нефтяного промысла. По итогам осмотра ставят оценку «отлично». Очень важно было увидеть своими глазами, как работает месторождение и как организованы условия труда для рабочих. Мы знаем, что углеводород является главным достоянием нашей России. А еще более главным – это люди, которые работают на месторождении. Я очень удовлетворена тем, что я увидела. Алина Волчейская, Игорь Тарасевич, Телеканал «Север», Южная.